В России проходит конгресс сирийского национального диалога. Сегодня основной день работы форума. Накануне в Сочи прибыл спецпослание генсека ООН по Сирии Стаффен Демистура. США отказались участвовать в конгрессе, не приехали некоторые представители сирийской оппозиции. Наш собственный корреспондент Дана Нуржан расскажет все подробности. Дана, добрый вечер, что сегодня обсуждают участники конгресса. Добрый день, Альфия. На конгресс были приглашены более 1600 человек. Журналисты и делегаты стали собираться в Сочи за два дня до начала. Сегодня официальное открытие. Пленарное заседание не началось по графику. И вот уже на протяжении двух часов все ожидают начала в зале. Обстановка ощутимо накалилась. Из зала вывели съемочные группы, прекратили прямую трансляцию. Мы в это время пообщались с делегатами из Сирии. Многие из них в разговорах подчеркивают, что возлагают большие надежды на астанинский процесс. Его роль заметно возрастает. И значимость решений, которые принимают страны-гаранты в Астане, очень высока для сирийского народа, говорят они. Давайте послушаем сирийского журналиста Фераса Аль-Мардини. Мы не ожидаем, что конгресс в Сочи будет таким же результативным, как астанинский процесс. Но здесь важна хотя бы готовность воюющих сторон договариваться. Эта встреча – результат переговоров в Астане. Подчеркну, астанинский процесс очень важен для сирийского народа. После создания зон деэскалации сирийцам действительно стало легче жить. Жители вспомнили, что такое мирная жизнь. Перестали бояться обстрелов. Оживилась торговля. Люди поверили в будущее. А самое главное – у сирийской армии появились условия, чтобы продолжить освобождение других городов от Тегил. Освобождение Дейр-Эс-Зора – хороший пример. Достигнут ли участники конгресса сегодня каких-либо договоренностей, сейчас сказать сложно. Но мы следим за развитием событий. Альфия. Спасибо, Дана. На прямой связи со студией была Дана Нуржан.